А если там появится дукалис? Хорошо! А я не смотрел, я не знаю. Заинтриговали. Что? Премьеры? Около кино. Шоу, в котором вы узнаете про кино все, что не знали, посмеетесь над тем, что видели, и поближе познакомитесь с гостями, работой которых является кино. В 1990 году Кевин Костнер, которого мы любим, обожаем. Обожаем. Каждый раз смотрим телохранителя, плакаем, ой, чё. Да он снял? Нет. Кевин Костнер снял фильм и получил 7 Оскаров, в том числе и за лучший фильм и лучшую режиссерскую работу. Да, фильмы «Танцующие с волками». Получилось у Костнера, получится и у нас. Ребята, привет, это Около кино. Шоу про кино и про тех, кто это кино любит и смотрит. А ведут это шоу люди, которые лучше всех разбираются в кино. Вот, например, она. Если вы приедете в кинотеатр, все сидят с ведрышками, в которых лежит попкорн. В ее ведрышке лед, а во льду бутылочка просека. Смотрел на радио. Ирина Чеснокова. Человек, для которого «Мстители» — это прежде всего неуловимые. Константин Анисимов. АПЛОДИСМОВ. Спасибо. Спасибо. Браво. Давайте расскажем, кто к нам будет приходить в гости. К нам будут приходить люди, которые любят кино, которые работают в кино. И которые в кино появляются и на экране, и в титрах. И зарабатывают этим. Ну или хотя бы один раз смотрели кино. Скромная девушка с голосом голливудской звезды. Блогер, актриса озвучания Аниса Муртаева. Всем привет. Аниса, а можно следующего представить твоим голосом? Ты будешь говорить, вот я тебе дам текст. Сейчас сам сяду в кадр. Как неожиданно. Да. Давай. Креативный продюсер, автоблогер и, как он сам себя называет, редактор зрительного зала и социальных сетей программы «Вечерний Ургант» Николай Маратканов. Ты про меня. Очень хорошо. Это круто. Мне очень приятно. Давайте остальных мужчин представим не менее красивым голосом в нашем стиле. Хорошо. Ведущий комик Димочка Кожомочка. Петри Кожома. Дмитрий Кожома. Комик, ведущий проекта «Такое кино на ТНТ» Александр Шнайдер. Единственный человек в нашей студии, который может реально снять остальных присутствующих в своем фильме. Режиссер Марк Горобец. Марк. Все герои представлены и, недолго думая, мы переходим к нашей первой рубрике «10 фильмов от». В рубрике «10 фильмов от» гости будут называть фильмы по ассоциациям, предложенным ведущими. Записывайте названия, смотрите то, что еще не видели и пересматривайте то, что любите. Тема простая. Мы задаем вам вопрос про фильмы, желательно ответить развернутым. О чем мы поговорим первым? «10 фильмов от». Первый фильм, который вы помните, вы посмотрели в своей жизни. Фильм из детства. Фильм из детства, да. У меня был первый фильм, который я смотрел на кассете еще, «Янки в Африке». «Приключения Янки». Ой, да. Это какая-то древнейшая. Жесткая, абсурдная комедия. Да, да, да. У меня это было на одной кассете с «Тупой еще тупее» и потом «Янки в Африке». Я думала, что это один и тот же фильм, потому что он никогда не заканчивался, шел так долго, но разные герои. А что вышло раньше, «Пираты 20 века» или «Король Лев»? «Пираты 20 века». Вот, наверное, я их раньше, это, наверное, был первый фильм. Твой первый фильм был «Пираты 20 века»? Наверное, да. Но любимый был «Король Лев». «Русский, правильно?» Да, 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 русский. Я смотрела триллер «Клетка» первый раз в кинотеатре. Вы смотрели такое? Вы знаете о существовании такого? А это какого года вообще? В 2000-е уже. «Клетка» там про кого? «Клетка». Я уже и не помню даже. Первый раз в кино я пошел на фильм «Жара» вообще, который с Тимати. Ого. Прикиньте. Реально. Ты берег себя, конечно, хранил. Плеточек-то. Да. А видеопрокат не было? Нет, нет, я имею в виду прямо в кино. В кино, представляешь? Прям в кинотеатр, когда приходишь в кинотеатр, попкорн, можно купить, билет покупаешь. Сейчас же надо прям что-то невероятное сказать, а я не скажу вам невероятное, типа, не скажу вам, что я «Касабланку» смотрел, типа, нет, такого не будет. Это будет просто «Долина змей», после которых я не мог какое-то время спать. Следующее, расскажите фильм, в котором актер максимально изменил свой образ и перевоплотился до неузнаваемости. Вот «Дом большой мамочки», да, где он... А, да, круто. Ну, то есть ты эту линию держишь, «Приключения Янки в Африке». Да, но я смотрел только американские комедии. Black movies такие. «Дом Гуччи», когда смотрел, мне говорят, что это знаешь кто? Я говорю, блин, вообще-то понятно. Ну, кто, на кого похожи? Да вообще, ну, ноль совпадений. Ну, и когда сказали, что это «Джарет Лето», я обалдел, что он очень непохожий. «Власть», тогда фильм «Власть», когда кого-то сделали вот этим вот... И выиграл Кристиан Белл. Да, но вообще, в целом, вот такой чувак, вообще перевоплощается всегда круто. Вот в идентификации Петь Федоров, там, хорошая у него роль была. Мне понравилось, как вся эта история произошла с видоизменением сумасшедшего врача-психиатра. Самое крутое перевоплощение, это, по-моему, зовут Пампушный Антон, актер, который в «Защитниках Медведева». А-а-а, да, точно! Он, ну, да Пампушный его играл. Антон Пампушный, я помню его. Фильм, который у тебя записан, и ты собираешься его посмотреть в следующем. Можете в заметках у себя посмотреть? Больше сериалов. Тут Тед Лассо, Эйфайни. Ты что, не смотрел? Не, не посмотрел. С ума сойти. Барри. Лучший человек на свете у меня записан. «Ран энд ган», я смотрел его и не досмотрел в самолете. Какой-то просто «Ран энд ган» он называется. «Беги и стреляй», что-то такое, короче, про очень смешная какая-то комедия, начинается очень смешно. Я не посмотрел старый фильм, но мне сказали, очень смешной. Это «Солдаты неудач». Вот я его не смотрел. Да, это комедия. Они сказали, что прикол, что они думали, что они, типа, снимают какой-то проект или что, а они, на самом деле, где-то на войне были там. Да, это там, где Роберт Дауни-младший, блэкфейс у него сделан. Да, 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 он играл афро-американцу, типа, там. Да, и он изменялся долго. Скажи, что весело. Внимание, а теперь я хочу слышать от вас фильмы, от которого вы ничего не ждали особенного, а он приятно удивил. Недавно посмотрела фильм «Явлеева и Насти», где они с Лолитой играют, и приятно удивилась. А, новогодний. Новогодний, правда, очень хороший фильм. Вот реально, вот правда, вот честно. Добрый, красивый, хороший. Я удивилась того, что, правда, «Явлеева и Насти», такой тандем крутой получился. Да, да, да. Если серьезно, то вот мы как раз тоже оболтали об этом. Вот фильм «Казнь» я недавно посмотрел, и, если честно, ну, как бы, очень много отзывов слышал, и не ожидал какого-то большого эмоционального всплеска, а увидев, могу сказать, что это очень большое и интересное кино. Дальше «Блиц». Короткие вопросы, короткие ответы. Аниса, самый страшный фильм, что ты видела? «Звонок». «Звонок». Пометили. «С колодца». Первый, ладно. Коля, любимый советский фильм? «Девчата». Марк, идеальный фильм для ситуации, когда зовешь девушку к себе домой посмотреть фильм. «Список Шенглера». Саша, фильм, который заставил тебя заплакать? «Любовь и голуби». Ого. Можно я это отвечу? Я там всплакнул в один момент. Дима. Давай. Фильм, который бы ты советовал никогда не смотреть? «Груз 200». Да классный фильм, объединенный. Я поэтому и не смотрю до сих пор. А я не смотрел, я не знаю. А, то есть ты не смотрел и не совсем не советовал? Я не советую. Тебе его никто не советует? Посмотри, это очень сильно. Нет, я не буду советовать. Все, пока здесь у нас дискуссия. Это были 10 фильмов от наших гостей. Мало кто знает, что во франшизе «Властелин колец» смогли сыграть российские актеры и селебрити, но не сыграли по определенным причинам. Роль Фроды Бэггинса мог бы сыграть Алексей Пивоваров, но он не смог принять участие в съемках, потому что все все понимают. Роль друга Фроды Бэггинса мог сыграть Павел Деревянко, но не сыграл, потому что Гитлер Капут показался ему престижнее. Роль Гэндальфа мог бы сыграть, но не сыграл Сергей Гармаш, потому что у Гэндальфа нет военной формы. Роль Леголаса мог сыграть Эдгард Запашный, но не сыграл, потому что не поделил роль с братом. Для тех, кто проголодался, у нас сейчас будет самый-самый интересный фрагмент нашего шоу «Кулинарная минутка». Наша традиционная рубрика, которая называется «Кулинарня». В рубрике «Кулинарня» мы готовим блюда из известных фильмов и сериалов. Сегодня мы будем готовить спагетти с маленькими сосисочками. Любимое блюдо Шелдона Купера из сериала «Теория большого взрыва». Йоу-йоу-йоу, всем привет! Меня зовут Юлька, и это рубрика «Кулинарния». И сейчас мы будем с вами готовить макарошки с сосисками по рецепту Шелдона Купера из «Теории большого взрыва». Кстати, это блюдо всплывает еще в одном сериале «Детство Шелдона». Это приквел к «Теории». Ну что, свет, камера, мотор, и у нас в главных ролях лук репчатый, чеснок, базилик, тимьян, солька, томатная паста, орегано, сахар, перец, оливковое масло, спагетти, сосисочки и томаты в собственном соку, собственно, как и я. Так, друзья, ну что, для начала нам нужно подготовить все ингредиенты. Я сейчас мелким кубиком нарежу лук репчатый. Вы можете брать красный, он тоже очень ароматный. Теперь подготавливаем чеснок. Вот так вот ножом. Опа! На! Получай! Чеснок можно нарезать очень мелко, а можете и крупно, как по кайфу. Мне достаточно чесночка. Мы сейчас будем обжаривать наши овощи, и параллельно мы можем уже поставить, кипятить водичку для наших спагетти. Наливаем маслечко. Сюда мы добавляем лучок. Оп! Опа! Друзья, АСМР. Так, лучок у нас уже полупрозрачный, золотистый. Кидаем чеснок. Уи! Буквально минутку, и все. Добавляем томатную пасту. Одну ложечку. Немножечко водички, чтобы нам жижу это все превратить. И легким движением руки добавляем перетертые томаты. Мы все знаем, естественно, что томаты очень кислотные. И мы сейчас, чтобы убрать эту кислоту, мы добавим чайную ложечку сахарочка. Перемешали. Мы добавляем все специи. Солька, перчик, орегано, тимьян. Смотрите, вот свеженький. И мы вот так вот берем, и вот прям с веточки. Вазилик мы можем добавлять неограниченное количество. И смотрите, мы берем листочки, заворачиваем вот так вот в сигару. И просто режем. Уходит, уходит. Все, друзья, соус наш тушится минимум 10 минут. Соус приготовился, и мы сейчас будем варить макарошки. Мы добавим немного оливкового масла в нашу кастрюльку. Ну и, естественно, солька. Так, друзья, ну у нас, как и в кино, у каждого ингредиента есть свой райдер. И сосисочки запросили отдельную сковородочку. Ставим сковородочку на максимум. Мы должны обжарить сосисочки. Естественно, наливаем маслечко. Чистим наши сосиски, подготавливаем. Вообще нет какой-то идеальной нарезки сосисок, поэтому надо делать как кайф. Макарошечки готовятся. Сосисочки тоже обжариваются. Соус готов. Мы уже близимся, так сказать, к финальной сцене. Так, пробуем. Вот-вот и все. Аль денте, друзья, все, погнали сливать. Та-ра-та-та-ра-та-та-та. Спагетти готовы. Сосисочки обжарились. Списка в том, что нам нужно добавить сосиски в наш томатный соус. Ну и все. Немножечко тушим, так сказать, заставим их сейчас подружиться. Ну что, время добавлять макарошки? Вот оно, вот оно. А, просто песня какая-то. Я думаю, что наша паста из рель. Ммм, красота. Украшаем веточкой базилика. Друзья, мои хорошие, пожалуйста, не пропускайте следующие выпуски. Именно там вы узнаете, кто съедает больше. Скала Джонсон за завтрак или Кристина Асмус за новогодние праздники. В рубрике «Экспертный взгляд» мы обращаемся к экспертам в той или иной области, чтобы понять, насколько события в известных фильмах расходятся с действительностью. Всем привет. Меня зовут Алексей Решетун, я судебно-медицинский эксперт. И сегодня мы посмотрим некоторые фрагменты фильмов из библиотеки ОКО и проанализируем то, что мы увидим с судебно-медицинской точки зрения. Учитывая разрыв кожи и расстояние вторичных кровяных брызг, падение произошло с высоты 17 и 20 метров. Высота западного моста всего метров 12. Недостаточно для повреждений такого рода. Конечно, тут разница в 5 метров они определили, это, конечно, ерунда. Я понимаю, там 20 или 30, например, да, или 10 и 30, другое дело. Но 5 метров определять на глаз, это, конечно, суперпрофессионализм киношный. В жизни такого не бывает. Конечно, трупы после смерти вот так не плюются никогда. Предсмертный плюк, там, я не знаю, все что угодно, но такого не бывает. То есть сценаристам прям респект. По-твоему, мистер Ховард отравился угарным газом? Ну, поврежден носовой канал, гортань, легкие тоже. Легкие, да. Но чтобы несовместимость с жизнью... Говоришь, он не задохнулся? Я говорю, подумай, потом делай выводы. Если наш эксперт вот таким вот образом будет стоять в секционном зале у скрытого покойника, он получит минимум выговор, минимум. Ни шапок, ни каких-то халатов я не вижу, ни масок элементарных. Я уж не говорю про фартуки там и что-то еще. Легкие повреждены, но дыхательные пути не до такой степени. Смотри, видишь, вдоль затылочной доли. Повреждения. Ясно, откуда вздутие мозга. Субдуральная гематома. Она его убила. Неугарный газ. Сравнение двух видов смерти, двух причин смерти совершенно некорректно. И самое главное, что он делает выводы абсолютно вне своей компетенции. Потому что картина отравления оксиуглерода прижизненного, она имеет настолько свою собственную какую-то оригинальную картину, как бы там все понятно становится еще практически до вскрытия. А уж после вскрытия точно. По документам мамчур скончался пять дней назад. Я не знаю, что говорят ваши документы, но это тело заморожено недавно. Труп, накрытый белой простыней, это самое большое разочарование вообще в нашем кинематографе. Вот такого не бывает никогда. Какие белые простыни, о чем вообще? Зачем вот это делать? А зачем труп накрывать? Если его голову привезли, он и будет лежать голый. Зачем его накрывать? Кому его стесняться? Оно было в желудке у Бояровой? Да. Похоже на сапфир. Ну, сапфировых колец не находили, но находили ложки алюминиевые, старые. Находили всякие другие предметы. Это как из разряда секционных находок. Такое бывает. Ну, мы вот с вами посмотрели несколько фрагментиков, разобрали их. Я надеюсь, информация будет полезна. Спасибо большое, что позвали. Зовите еще Алексей Решетун для проекта Около кино. Сейчас будем говорить о кинопремьерах. Ведь кое-что еще можно посмотреть. Например, в онлайн кинотеатре ОККО. Да ладно! С ума сойти! В таком случае мы собрали для вас трейлеры проектов, которые либо вышли, либо вот-вот готовятся выйти. В общем, это прям свежак. Сейчас будем смотреть их и даже обсуждать. Задача простая. Посмотреть трейлеры. То, ради чего мы порой ходим в кино. После трейлеров уходим. Мы, как говорится, деньги отбили здесь уже. Смотрим трейлеры, обсуждаем, выбираем любимчика. И первый трейлер у нас называется «Три тысячи лет желаний». Каст уже вообще супер. Мне по душе одинокий образ жизни. У меня нет детей, нет родителей, нет родни. Хотя когда-то был муж. Кто знает, существует ли судьба. Но однажды на Гранд Базаре в Стамбуле я выбрала сувенир. Мне нравится. Я уверена, у него увлекательная история. Вау. Ну, как он выглядит? Настоящий джинн? Маладин. Итак, что пожелаешь? Чего жаждет твоя сердца? Маладин. Я начинаю желать, чтобы мы не встречались. Не произноси это! Загадай желание! Спаси себя! У меня есть желание. Три тысячи лет желаний. Там по-любому такой прикол, что фильм не про желания, а про то, что его будут искать, этого джина всякие злодеи. Нет, это про марафон желаний, Блиновский. Вас, Дмитрий, впечатлило? Очень, очень. Особенно начало, все это очень красиво, все картинка, хотелось бы смотреть. Но всегда ты чувствуешь, что может быть обман за всем этим. Нет, просто мне кажется, все равно есть какие-то истории, которые называются аттракцион. То, зачем изначально кино было, в принципе, и выдумано. И это один из аттракционов, на который ты идешь, получаешь кайф, и тут не надо, для себя говорю там, я не буду искать в этом страшный глубокий смысл, а просто приду кайф, посмотрю на спецэффекты, посмотрю на офигенных актеров и уйду счастливо из кинотеатра через два часа. Максимум фильм для самолета, вот если надо лететь куда-то, 2.30, вот можно посмотреть. Следующий фильм, и для него я попрошу Ирину показать свое произношение, пожалуйста. РРР? Да. Рядом ревет революция. РРР, рядом ревет революция. Давайте посмотрим. Немножко Болливуда. Недавно, когда губернатор Скотт посетил Адилабад, он привез с собой девочку. Эта девочка из народа Гонд. И что? У них отрастают рога? Мама! У них есть защитник. Абаджаджи, Абаджаджи езжу. Супер, я буду смотреть. Твоя дружба для меня ценнее жизни. Я умру с гордостью. Все, кто-то из них спасает эту девчушку. Прошу, не оставляй меня тут. Я хочу обратно к маме. Я арестован за преступление против Британской империи. Мы больше не должны бояться. Ай, ты ни хрена себе! Что за тизер такой? Так много бьют женщин, да. Просто красивые усы бьют женщин. Все, вот тизер. Это опасно. Ты можешь убереть. Я умру с гордостью. Да! Вот он! Вот он! Что творит? Музыка какая! Ну, конечно! Фильм! Сколько нам еще охотиться на шагалов? Давай поохотимся на льва! Рядом ревет революция. Ну, я прям сразу же спрошу, кто посмотрит этот фильм? Уууу! Понимаешь, у них вот сколько лет идет, у них ничего не меняется. У них все остается на одном и том же... Да! Мотоцикл. Вот он останавливает, подкидывает мотоцикл. Ну, это было у них уже? Ну, там, слушай, я помню, с лошадьми было. А когда багажник падает дерево, ты вылетаешь? У меня другой вопрос. Вы сейчас сказали вот про вкрапления. Кто-то понял вообще суть сюжета? Вот это прикол, что нет. Нет. Я понял, почему. Два брата? Расскажи. Есть заступник у народа, и он появляется в самый ответственный момент. И он не один, куда? Ну, у этого заступника есть брат. Их в детстве разлучили, а потом выясняется, что они два брата, и будет поохотиться на тигров, а не на шакалов. А представьте, сделать вообще вот так вот, кари-вечеринку. Ты собираешь друзей, готовишь индийскую кухню, и апогеем всего вот то, что мы сейчас... Круто. Я хочу сказать, что мы посмотрели фильм сейчас полностью. То есть это был не трейлер, это целиком продукт. Все, вот он готов. Две минуты восторга от полуторачасового или двухчасового фильма будет ровно столько же. Поэтому, ребята, давайте поаплодируйте еще раз все, кто будет смотреть. Можно... О, и присидел. Сериал 17.03. Я не говорю, что время надо проверить, 17.03 сейчас или нет. В общем, он на экране. Это хранит на сериал 17.15. Да. Каждый день ровно в семь звонит какой-то мужик и говорит одну и ту же фразу. Полиция! Дверь закрой. Полиция. Одевайтесь и выходите. Питер не всем по зубам. Новенького наставник нужен. Я этим заниматься не буду. Кто-то похищает тела из моргов. Самоконтроль это важно. Ты что там, на толчке дело собрался раскрывать? Давай. Ты поставишь его на место, да? Да. Это же Питер. Мы все здесь подвижны психикой. Тебе так и лучше. А то мимозный какой-то был. Дождь мне. Господь, да? В Питере никогда не знаешь где изнанка, а где лице. Что там происходит? Следственный эксперимент. Ты никому никогда не расскажешь о том, что ты видел. Че такие напряженные? Опа. Ого. Крещер. Контрольная закупка. Я даже не знаю, какая-то кристанистая. Точно. Ну, я бы посмотрела. Просто потому, что там контрольная закупка произойдет? Заинтриговали. Контрольная закупка. Да, с точки зрения жанра, мне кажется, это имеет смысл глянуть, потому что какой-то достаточно нестандартный подход. И мне нравится история о том, что в Питере все-всех жрут и носят в чемоданах. Что-то пахнуло. И достаточно бодренько, потому что, ну, я сам человек, который снимает там российское кино. И знаю, что трейлеры, к сожалению, всегда делаются зачем-то, я называю, это разговор по телефону. то есть ставится 200 диалогов как бы и показывают крупные планы актеров. Здесь как бы история, на мой взгляд, все-таки перемиксована и сделана как какой-то плюс-минус интересный трейлер, где есть и экшен, и есть и текст, и есть какое-то содержание. Какая называется? А каст супер. Картинка супер. Вот смотри, здесь два момента. Каст супер. Нет, подожди. Картинка. Вы знаете, есть такая штука, когда как будто клип долгий смотришь, какой-то долгий клип. Вот если в сериале вы с этим не перегнут, то будет классно. То есть моя мечта увидеть однажды какой-нибудь фильм или сериал, в котором Петербург не будет бандитским. Подожди секунду. Но посмотрим на этот. Вот сейчас у меня есть такое ощущение, что это улица разбитых фонарей. Да. 20-22. Вот. Вот. А если там появится дукалис? Вот, если дукалис, вот, вот. Дукалиса не хватит, Серина не хватило. Сергей Серин, дайте Сергею Серина, я бы поставил вот такой жирный лайк. Слушайте, давайте поаплодируем, кто будет смотреть. Да, я посмотрю. Первую серию. Первую серию? Да. Вау. Первую серию. Вот это вообще единодушие. Ну, а на этом у нас все. Ребята, спасибо вам огромное. Спасибо, что пришли. Спасибо вам, что были с нами. Приходите еще. Разговор получился супер... Супер. Спасибо, что... До встречи в новых выпусках. Возможно, мы там будем выживать, как в фильме Выживший. Есть, как в пикнике на обочине. Ну, или отшлепаем друг друга, как в 50 оттенков серого. Ведь, сами вы знаете, в кино можно не разбираться. В кино главное любить. Оставайтесь на ОКО, подписывайтесь, ставьте лайки, получайте удовольствие. Это было шоу ОКОЛО КИНО! Это было шоу ОКОЛО КИНО! Еще раз повторим! Спасибо! 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 ОКОЛО КИНО!